Это новости на канале ВКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Госдуме планируют штрафовать спекулянтов билетами на чемпионат мира по футболу. Подумывали и об уголовной ответственности. В Сочи стало меньше проблемных домов. Борьбу с появлением обманутых дольщиков подытожили на планерке главы курорта. Теперь будет выше и прочнее. Проект уличного освещения в парке на Макаренко пришлось пересмотреть из-за вандалов. Финал Кубка РФС среди юношеских команд стартовал в Сочи. Шанс попасть в сборную страны есть и у местных футболистов. 12-летний туапсинский школьник найден живым. Алексей Шмаков пропал во время соревнований по спортивному ориентированию под горячим ключом. Мальчик был обнаружен в 25 километрах от места, где его в последний раз видели 22 октября. По предварительным данным он заблудился в лесу. После получения соответствующего разрешения медиков с мальчиком побеседуют следователи. Пока же всех, кто принимал участие в поисках туапсинского школьника, поблагодарил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил, что равнодушных в сложившейся ситуации не оказалось. Слова признательности глава региона выразил обычным людям, которые подключились к поиску на своих автомобилях, а также военным. «Я благодарю за оперативную и качественную работу сотрудников МЧС, полицейских, казаков и волонтеров. Более того, ситуация показала, что у нас много неравнодушных людей. К поискам подключились местные жители, охотники, опытные туристы». Глава региона также заявил, что Краевое министерство образования проведет по данному делу собственную проверку. Напомню, по поручению Вениамина Кондратьева на поиски мальчика были брошены больше 200 специалистов. Лес прочесывали сотрудники МЧС, полицейские, казаки, военные и волонтеры. В спасательной операции задействовали даже беспилотный летательный аппарат. Также в «Горячем ключе» все это время работал оперативный штаб, который возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Как будет развиваться экономика Кубани до 2030 года, сегодня обсуждали на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Деловая площадка открыта в Санкт-Петербурге. О перспективах социально-экономического развития Краснодарского края на двухсторонней встречу говорили губернатор Вениамин Кондратьев и председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. У Краснодарского края есть хороший потенциал. Есть действительно те точки, которые нужно сделать точками роста, нарастить возможности. Вообще мы в сравнении с другими регионами видим Краснодарский край, я бы сказал, в десятку входит регионов, которые могут иметь переезжающие даже по сравнению со средним этажами роста развития. И вот этот потенциал нам нужно поднять. Надо разобраться, проанализировать. Собственно, значительная часть этой работы уже проведена. Мы думаем, сегодня мы как раз обсудим эти подходы. Мы сегодня привыкли к тем флагманам экономики, которые уже есть. Агропромышленный комплекс, курорты, транспортная составляющая, безусловно. Но я бы хотел акцентировать внимание на промышленности. Сегодня промышленность тоже может быть в Краснодарском крае очень активная. И мы сегодня, конечно, думаем над увеличением объемов промышленной продукции. И она должна быть, эти объемы, как минимум в два раза увеличены. Только потому, если мы говорим, что сегодня мы должны максимально разогнаться. И вот это наше видение. В концепции тоже отражен промышленный стартап такой. И это очень важно, потому что сегодня нужно не только смотреть на Кубань, как на жительницу страны. Безусловно, она такой останется. Но есть достаточно тех отраслей экономики, которые у нас где-то в тени. Вот я думаю, что настало время их выводить из тени. Настало время их делать пусть не выше, но где-то наравне с агропромышленным комплексом, с современным агропромышленным комплексом. По мнению главы региона, диверсификация экономики сейчас одна из важнейших задач. Кстати, Алексей Кудрин лично принимает участие в разработке стратегии развития Краснодарского края. В Госдуме рассказали о планах штрафовать спекулянтов билетами на Чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает РБК. Тема о введении штрафов для спекулянтов обсуждалась еще в период проведения в России Кубка Конфедерации. Инициировать законопроект планирует правительство. Через парламент он может пройти во время осенней сессии. И уже до нового года законопроект может быть принят. Обсуждалась возможность привлечения спекулянтов и к уголовной ответственности. Однако этот вопрос был снят с повестки дня. Остановились на введении крупных штрафов. Ранее газета «Известия» сообщила, что Минспорт России подготовил поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно документу, компаниям незаконно, организующим продажу билетов на матчи Чемпионата мира по футболу, будут грозить штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Либо приостановлении деятельности на срок до 90 суток. Штраф для физических лиц, пишет издание, может превышать стоимость билета в 20-25 раз. При этом минимальный размер штрафа составит 50 тысяч рублей. Отмечается, что документ уже согласован с Минфином, МВД и другими ведомствами. Поправки должна рассмотреть правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Согласно документу, заниматься продажей, перепродажей и обменом билетов можно только при наличии договора с ФИФА. В Сочи стало меньше так называемых проблемных домов. Из 28-10 объектов долевого строительства введены в эксплуатацию. Администрации города удалось не только уменьшить количество, но и не допустить строительства новых проблемных объектов. Об этом сегодня заявили на планерном совещании в администрации города. Все подробности у Елены Авсециной. Недостроенные дома, их в городе было в 2015 году 28, находились на контроле межведомственной комиссии. Они указаны в краевом реестре. Сейчас оттуда 10 объектов исключено. Завершилось их строительство и люди получили долгожданные 2522 квартиры. Осталось в городе 18 проблемных домов. Сегодня представителей застройщиков вызвали на планерку и в очередной раз указали на сроки. Первый квартал 2018 года – это окончательная дата. Тема очень серьезная. И даже завтра будет совещание президента Российской Федерации проводить по этой теме. Не знаю, какие будут решения, но могут и быть жесткие решения. По всем тем, кто допускает обман людей. Большим успехом считает глава города то, что не допустили в этом году появление новых проблемных объектов долевого строительства. Как только заключается первый договор долевого участия, начинает мониторинг строительства этого объекта. Для того, чтобы полномочия, которым наделен город, не дают возможность осуществлять контрольно-надзорные функции. Мы можем осуществлять только мониторинг. Мы видим, фиксируем и начинаем трезвонить во все колокола соответствующие надзорно-контрольные органы, имеющие соответствующие полномочия на принятие решений. У нас один рычаг в этом вопросе – это судебный порядок отзыва разрешения на строительство. Ну а с теми людьми, кто оказался в ловушке недобросовестных застройщиков, проведено 30 встреч. Принимаются все решения для того, чтобы помочь обманутым дольщикам от долгостроя передать собственникам квартир. Вновь говорили на планировом совещании и о выявленных в городе объектах автосервиса, работающих с многочисленными нарушениями. Их – 221. Это 137 автомоек и 75 пунктов шиномонтажа и 9 авторизованных техцентров. Прекращена деятельность в связи с грубейшими нарушениями экологического законодательства. 88 автомоек. На 76 ограничено водоснабжение, то есть оно отключено практически 12 автомоек. Закрыто 11 пунктов шиномонтажа. Заявил глава города и о новой структуре управления в администрации города. Она будет вынесена на утверждение депутатов на ближайшие сессии городского собрания. Сокращена должность заместителя главы города. Ранее ее занимал Олег Есюк. Создается департамент по охране окружающей среды, лесопаркового и сельского хозяйства и промышленности. Руководить им будет председатель общественного совета курорта Андрей Платонов. Реорганизуется департамент по взаимодействию с правоохранительными органами. Он будет совмещен с управлением по профилактической работе с населением. Подвели на планированном совещании итоги работы в период Всемирного фестиваля молодежи и студентов и запланировали часть мероприятий на ближайшие месяцы. Как стало известно, в рамках предстоящего чемпионата мира по самбо в нашем городе появится памятник основателю этого вида боевого искусства Анаторию Харлампиеву. Чемпионат пройдет сочи с 10 по 12 ноября. Примут участие спортсмены из 90 стран. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В ночь со вторника на среду на улице Пятигорская запланирован ремонт водовода. В связи с этим изменится схема движения автотранспорта. Аварийно-ремонтные работы пройдут в районе дома 40 и на Пятигорской с 22 часов вторника до 6 утра среды. На это время будет полностью перекрыто движение автотранспорта по улице Пятигорская. Объезд по улицам Земнухова, Молодогвардейская и Лизы Чайкиной. Парк, открытый на Макаренко в честь 80-летия Краснодарского края, станет светлее. Сегодня там ведутся активные работы по монтажу уличного освещения. В планах установить около полусотни опор. На каком этапе сейчас работы и почему сочинский парк начали сравнивать с московским зарядием, расскажет Татьяна Говоркова. Теперь парк на Макаренко – любимое место отдыха для Ирины Гришан и ее сына Артемия. Сюда гулять и дышать свежим воздухом, говорит сочинка, они с удовольствием приходят каждый день. Здесь до этого негде было не погулять с ребенком. Приходилось выходить куда-то в центр и ездить на общественном транспорте, либо на своем. Но благодаря этому парку сейчас мы каждый день, по несколько раз в день ходим сюда гулять, дышим свежим воздухом. Мамы с детьми приходят не только погулять, но и поиграть на детской площадке. Тут же рядом любители спорта. В их распоряжении тренажеры под открытым небом. Не хуже, чем в фитнес-центре. Мы любим спорт, рады, что что-то делают на нашем районе. Ходим каждый день, занимаемся. Нам очень нравится. Это лучший тренажер в городе из того, что есть. Аналогов я не знаю во всяком случае. И молодежь стала приходить, и очень приятно. Даже утром в будний день здесь немало народу. Много приходит и вечером. Теперь прогулки под луной будут более комфортными. В парке 80-летия установили осветительные приборы – 49 опор. Сейчас здесь работают электрики, протягивают кабель. Пусконаладка намечена на 2 ноября. Кстати, изначально вместо семиметровых мачт планировали поставить невысокие парковые торшеры. Но не решились. Парк на Макаренко сегодня с печалью уже начали сравнивать с московским заряди. Все дело в том, что здесь со дня открытия орудуют вандалы. Два светильника с солнечными батареями сломали в первые же дни. Их уже демонтировали. Возле дорожек, в траве и кустах – мусор и бутылки. Между тем, урны на каждом шагу. Кое-где следы от пикников и мангалов. А вот, например, во что превратилась лавочка весом в 200 килограммов. Ее перевернули и сломали. Видно, что делали это намеренно. Проведено совещание. Будет здесь патруль казачий, будет патруль ДНД и будет с участием сотрудников полиции. Нарушители общественного порядка будут немедленно задерживаться. По фактам вандализма администрации уже написаны заявления в полицию. Тех, кто так обошелся с подарком для целого района, уже ищут. И, вероятнее всего, сделали это не жители Мацесты, Адлера или отдыхающие туристы. Сами же жители Макаренко. Кстати, теперь нарушителей будет вычислить гораздо легче. Закуплены камеры видеонаблюдения. То есть в ближайшее время они будут установлены, чтобы для избежания действий вандалов. И чтобы обезопасить граждан города Сочи, отдыхающих, нахождение в парке. Все, что вандалы успели испортить и сломать, стараются ремонтировать и менять в самые короткие сроки. Ну а вот сколько времени потребуется на то, чтобы изменить отношение людей к природе, общему имуществу и месту, где они живут, вопрос риторический. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи выполнено более 80% наказов избирателей. Всего же во всех районах города их насчитывается около 500. Это результат совместной работы депутатского корпуса с советами территориальных общественных самоуправлений. Об этом сегодня шла речь на брифинге председателя городского собрания Сочи Виктора Филонова. Актив ТОСов – это представители местных жителей в районах. Они выслушивают мнение людей и передают наболевшие вопросы депутатам городского собрания Сочи. Те, в свою очередь, рассматривают обращения на заседаниях профильных комитетов и территориальных депутатских группах. Мы заслушаем практически ежемесячные встречи у нас с ТОСами на местах, где мы координируем эту программу. Первое – выполнение городской инвестиционной программы. То есть это строительство газопроводов, водопроводов, которые у нас идут, строительство школ, детских садов. Оно находится под общественным контролем. Для выполнения актуальных наказов избирателей каждому депутату ежегодно выделяется из бюджета 3 миллиона рублей. А количество наказов из года в год стабильно большое – порядка 500. Это, например, ремонт дорог, благоустройство территории и просьбы социального характера. С начала этого года депутатами городского собрания Сочи уже выполнено более 80% наказов избирателей. В Сочи пройдут соревнования для водителей автобусов. 27 октября на Сочи автодроме состоится конкурс «Водитель года-2017», переуроченный ко дню работников автомобильного транспорта. 70 участников из 19 муниципальных образований Краснодарского края будут соревноваться в водительском мастерстве на трассе «Формулы-1». Кроме тестов на знания правил дорожного движения, кубанским водителям предстоит выполнить ряд непростых заданий, позволяющих оценить практические навыки управления автобусами малого, среднего и большого классов. Гости и жители Сочи смогут бесплатно увидеть гонки и развлекательную программу с главной трибуны автоспортивного комплекса. Впервые соревнование по автомногоборию среди водителей рейсовых автобусов прошло на Сочи автодроме в прошлом году. Сочинцам расскажут, как распознать симптомы инфаркта и инсульта. В течение недели Центр медицинской профилактики проведет обследование и лекции. Сегодня открытый урок прошел для первокурсников одного из сочинских колледжей. 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. За неделю до этой даты специалисты Центра медицинской профилактики решили подробно рассказать сочинцам о симптомах этого заболевания. Они раздают памятки и говорят, что необходимо предпринять для предотвращения инсульта, а главное – о правильной первой медицинской помощи. Сегодня студентам лекцию читал доктор медицинских наук, профессор-кардиолог Андрей Чернышев. Он подчеркнул, что заболевания эти наследственные. Так что если среди родственников кто-то перенес инфаркт или инсульт, то человек автоматически заносится в группу риска. Ну и следить за образом жизни с молоду крайне необходимо. Здоровье, кроме генетики, очень здорово связано с образом жизни, даже больше, чем с генетикой. И закладка здоровья и качества и продолжительности жизни человека закладывается с раннего детства. Поэтому мы здесь и находимся, для того, чтобы еще раз заострить внимание молодых людей на этих очень важных проблемах, и чтобы они, мы надеемся, передали своим родителям эту информацию. Помимо информации об инфаркте и инсульте, студенты получили и возможность пройти обследование, измерить артериальное давление, проверить уровень сахара и холестерина в крови, а также состояние сердечно-сосудистой системы. Подобные мероприятия Центр медицинской профилактики проводит у себя на Новогинское, 9 и готов к выездным лекциям по просьбам сочинских учреждений. Черное море объединить школьников Сочи в Центре детского и юношеского туризма. Экскурсии 25 и 26 октября состоится городской краеведческий конкурс для учеников первых-восьмых классов. Проверка и расширение знаний школьников по экологии и краеведению – основная цель командного соревнования. Участники будут выполнять различные задания по морской тематике. Узнавать по изображениям представителей флоры и фауны Черного моря, называть города Черноморского побережья разных стран, угадывать названия населенных пунктов Большого Сочи по фотографиям пляжей и разгадывать тест с вопросами о проблемах экологии моря. Муниципальный конкурс проводится ежегодно. Он приурочен к Международному дню защиты Черного моря, который отмечается 31 октября. В этом году в нем примет участие 125 команд из образовательных учреждений всех районов Сочи, более тысячи детей, педагогов и родителей. Победитель конкурса будет определен по наибольшей сумме баллов, набранных в заданиях конкурса. Всех участников наградят памятными сувенирами. Финальные соревнования Кубка РФС среди юношеских команд стартовали в Сочи. Участие в турнире принимают воспитанники 16 клубов из разных регионов страны, в том числе и сочинская команда спортивной школы номер 10. Футболисты на курорте борются не только за Кубок Российского футбольного союза, но и за шанс попасть в юношескую сборную страны. Участвуют в турнире РФС юношеские команды профессиональных футбольных клубов ребятам по 14 лет. И для многих это первые соревнования под эгидой Российского футбольного союза. Команды разделены на четыре группы. Пока они играют по кругу, матчи на вылет начнутся на днях. Фавориты должны определиться 2 ноября. Здесь, на Мацестинских полях, подчеркивают организаторы, юные футболисты со всей страны делают первый шаг в профессиональный футбол. Трамплином в Премьер-лигу турнир может стать и для сочинских спортсменов. В финал Кубка РФС попали воспитанники городской спортшколы номер 10. Среди соперников местных ребят и краснодарцы, которые, кстати, считаются потенциальными чемпионами этих соревнований. У нас еще есть клубы Премьер-лиги, там тоже есть свои школы, но они играют отдельно. И тенденции, они берут сильных игроков из школ более низких. Поэтому для некоторых ребят это такое подспорье оказаться в школе более качественной, более профессиональной и потом, конечно, заскочить в Премьер-лигу. В этом году начинает формироваться сборная команды Юношеской России среди этого возраста. Вот сюда должен тренер приехать чуть попозже. То есть тоже перспектива попасть в сборную России, а это на 4 года, на 5 лет. Кто завоюет Кубок РФС, а для кого откроются перспективы в виде членства в Юношеской сборной России, станет известно уже 2 ноября. Ну и в завершении информация от партнеров программы. Стоматологическая клиника «Валет-денталь» проводит акцию от производителя «Брекет-систем». Исправление прикуса у детей и взрослых. Школьникам скидка от 30%. Чайковского 3, телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Спасибо. Спасибо. Спасибо.